Здравствуйте! В эфире программа «Про осланный взгляд». Я Виталий Степкин. Напоминаю, что наша программа не только не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. И мы пытаемся взглянуть на них, в том числе и православным взглядом. Сегодня мой собеседник в студии – митрополит Томский-Асинский Ростислав. Владыка, здравствуйте! Здравствуйте, Виталий! Давно не виделись? Да. Как провели лето? Ничего, слава Богу. По милости Божией. Владыка, предлагаю вот в преддверии учебного года нашу тему, вот сегодня кратко такая заглавить – «Учение свет». И первый вопрос в связи с этим – стоит ли рассматривать учебу, вот с точки зрения православной, как некое послушание? Ну, я бы не бросался такими словами, как послушание, потому что послушание – это та обязанность, которая вменяется кому-то, духовным наставником, либо начальником. А дело образования – это не столько послушание, сколько, наверное, очень важная и нужная для каждого человека вещь. Причем важность образования осознали еще в Древней Руси, и поэтому сразу же вместе с приходом христианства, с крещением Руси, приходит на Руси развитие образования, потому что при крупных монастырях, при школах создаются книгохранилища библиотеки. Там же образуются и первые школы, которые, по сути дела, ставят задачу не просто научить грамоте русских людей, но через грамоту дать человеку ключ к познанию Священного Писания, Бога откровенных истин, а также того багажа позитивного, доброго знания, которое накоплено было человечеством за все время его существования. И поэтому, конечно же, дело образования, как весьма важное, оно рассматривается церковью как то, что каждый человек должен к нему отнестись максимально ответственно. Владыка, ну вот с тем, как поступать детям, там, чадам, которые обучаются, более-менее понятно. А вот как поступать родителям, если их чады не очень превоспевают в учебе? Кто прав? Те, кто бронят своих детей и говорят, вот ты должен учиться, ты обязан учиться? Или те, кто говорят, что, ну, это его жизнь, пусть как умеет, так и учится? Или, как обычно, истина где-то посередине? Ну, мне думается, что неуспешность в учебе может иметь под собой две причины. Одна причина – это, ну, какая-то природная неспособность человека к определенным родам наук. Ведь не секрет, что есть люди-гуманитарии, которые более склонны к гуманитарным наукам, к изучению литературы, истории, других общественных гуманитарных дисциплин. Есть технари, которые больше склонны к изучению химии, физики, математики. Вот это извечное некое такое противостояние лириков и физиков. Поэтому, конечно же, навязывать, скажем, ребенку гуманитарные профили, если у него склонность к техническим наукам, и наоборот, я думаю, не следует. Поэтому здесь и родители, и учителя, они должны видеть в каждом ребенке, что заложено в него свыше, и стараться развивать эти качества. Ну, а остальное, конечно же, не значит, что должно полностью игнорироваться. Но, может быть, тогда другим наукам можно уделять несколько меньше внимания. Но есть за неуспешностью учебы такое явление, как леность. Что греха таить, это свойственно и взрослым людям, а уж и детям куда ни шло, конечно же, приятнее предаваться играм. А в настоящее время очень много соблазнов в том плане, что помимо обычных игр, в которые играли мои сверстники, будучи детьми, они сейчас заменены играми компьютерными. У каждого в кармане гаджеты. Для того, чтобы поиграть, не нужно выходить во двор, собирать команду. Для этого достаточно достать мобильный телефон из кармана или компьютер и играть в ту или другую игру. И поэтому, если вот за неуспешностью стоит леность, то, конечно же, это очень опасная такая духовная болезнь, с которой должны бороться все. Должен бороться и сам учащийся, должны на это обратить внимание и педагоги, но и родители. Поэтому здесь, ну, действительно, как вы говорите, истина где-то посредине. И поэтому очень важно, чтобы человек, молодой человек, ребенок, потом ставший взрослым, не пожалел, что взрослые люди не оградили его от каких-то соблазнов, не наставили его на что-то такое доброе. Потому что потом иногда придется куда большим трудом восполнять недостаток знаний этому человеку уже во взрослом возрасте. Я вот часто, например, сокрушаю сердце, что так мало, когда я был ребенком, уделялось внимания и в нашей школе, и в нашей семье, скажем, изучению языков. Вот сейчас, когда я уже, будучи взрослым, стараюсь изучать какие-то отдельные языки, конечно же, это сложнее делать, когда человеку уже без малого 60, нежели в то время, когда человеку 7 или 8 лет. Поэтому здесь, конечно же, родители должны не только зеленый свет включать перед детьми в деле образования, но где-то побуждать их, стимулировать для того, чтобы дети имели некую заинтересованность в учебе и прилежали к этому. Владыка, но вот у вас, можно сказать, на попечение тысячи чад духовных разного возраста. Можете дать какой-то совет, как нужно заставлять ребенка учиться, если дело именно в лености? Всыпать ремня, побронить, или какими-то иными способами можно этого добиться? Вот когда вы говорите, тысячи людей, которые готовы услышать совет, вот это как раз та область, когда нельзя раздавать советы с трибуны тысячам слушателей, потому что каждый человек индивидуально на особенне. И поэтому кто-то нуждается в строгости, кто-то нуждается в добром слове, кто-то нуждается в стимулировании. Каждому должен быть свой подход. И, конечно же, родители, педагоги, они, зная своих подопечных, своих детей, должны и понять, какой ключик к сердцу этого ребенка, неба или взрослого человека, нужно найти для того, чтобы подвигнуть его к какому-то труду. Не секрет, что есть такие дети, которые, боясь какого-то наказания, будут стараться. А есть наоборот. Если, скажем, кому-то, как вы говорите, всыпать ремня, они ожесточаются и назло не будут учить то, что нужно, и пойдут наперекор. У каждого свой характер, свой нрав. И поэтому здесь необходимо подходить творчески к этому. И если уже творчество требуется от человека в написании картины или в создании музыкального произведения, то формирование менталитета человека, задание некоего вектора его жизненного развития требует куда большего искусства от педагогов и от родителей. И поэтому святые отцы и говорили, что задача родителей не только и не столько детей родить, дай им жизнь временную, сколько потом их воспитать. А воспитание предполагает в том числе и привитие ребенку некого такого позитивного отношения к учебе. Я знаю многих детей, которые с радостью бегут в школу, потому что там создана должная такая атмосфера, должный климат. Ну и потом, я должен сказать, ведь учеба – это не просто усвоение какого-то определенного багажа знаний, потому что знать все, запомнить все невозможно. Да и нет такой необходимости в наше время, особенно когда интернет у всех под рукой, всегда можно найти ту или другую информацию очень оперативно через поисковые системы различные. А вот получить некое воспитание, некое такое целостное мировоззрение, вот что очень важно, как результат образования и школьного, и вузовского, ну а по большому счету и того пути образования, который человек проходит через всю свою жизнь. Мне очень нравится вот плакат, который мне скинули как раз вот на гаджет давным-давно с Кемеровской области, где вот такой плакат гласит, что в нашей области очень много несчастных детей, которым родители не дали ничего, кроме денег. Я думаю, к школе это тоже можно отнести. Ну, конечно, да. Дело образования – это то, где деньги как раз далеко не на первом месте, и иногда, кстати, родители стараются устроить своих детей в какие-то элитные школы, думая, что вот обеспечение финансовое надежно обеспечивает этим людям образовательный процесс. Но эти дети иногда лишенные личного внимания, заботы и теплоты родительской, которые думали, что здесь деньги заместили для детей все, и обязанность воспитанию переложена на школу, которая за такие-то деньги обязана просто вот из их детей сделать игрушечку. На самом деле здесь вот видны просчеты в воспитании и в образовании, и поэтому в качестве результата получается, ну, некий такой блинком. Владыка, вы очень много лет были ректором Томской духовной семинарии, и вот заговорили о таком творческом процессе. А можете вспомнить какой-то вот такой творческий момент, когда удалось кого-то из неприлежных учеников вот изменить? Я думаю, что здесь и вспоминать не надо. Это обычный такой процесс, учебный процесс в любом, я думаю, учебном заведении, но в том числе и в духовной семинарии. Я наблюдаю за тем, как первокурсники, которые вот только-только поступили в семинарию, но так это происходит во многих других вузах, как они горят желанием все изучать, активно берутся за дело образования, но когда это продолжается изо дня в день, то понятно, что человек начинает опускать руки, начинает закисать. Вот тут необходимо как раз и педагогам в том числе, ну, поддержать такие вот добрые устремления в этих детях, подростках, студентах. И, конечно же, здесь зависит очень многое от преподавателей. Я знаю преподавателей, я сам был когда-то студентом, учился в Московской духовной академии, знаю, как на лекции отдельных преподавателей собиралась огромная аудитория, даже приходили не только те студенты, которые должны были присутствовать на этих лекциях, но и приходили студенты, которые не должны были, не обязаны ходить на эти лекции, потому что все видели, насколько эти лекции интересны, полезны, насколько они вдохновляли. Поэтому я думаю, что всегда нужно пытаться зажигать учащихся каким-то таким внутренним огнем, стремлением к постижению тех или других дисциплин, ну и в первую очередь то, что детям самим нравится. А с 1 сентября как-то изменится учебный процесс в Томской духовной семинаре? Не секрет, что российские вузы решили уйти от баллонской системы, как-то на духовном образовании скажется? Ну, то, что российские вузы решили оттуда уйти, ну, это вынужденный такой процесс, поскольку сейчас, когда Россия объявлена война по всем фронтам, в том числе и в сфере образования, то поэтому, конечно же, Россия должна выстраивать свою автономную систему образования, не завязанную на рейтинге международные и прочее. А поскольку духовное образование в нашей стране, оно тоже как-то так сопряжено и со светским образованием, то мы тоже оказались в этой обоиме. Но на самом деле этот процесс, то, что решено, это еще не значит, что все оно активно начало осуществляться, потому что на самом деле это очень трудный процесс. И представьте себе растение, которое каждый год будет пересаживаться с одного места на другое. Это для многих растение очень-очень неполезно и может быть губительно. Растение должно прижиться, пустить корни, и только тогда оно начинает как-то приносить добрые плоды. Поэтому, конечно же, здесь никаких резких движений нет, я думаю, не будет. И я надеюсь, что это касается и светских вузов, это касается и духовных учебных заведений. Поэтому я думаю, что будет найден какой-то такой оптимальный вариант. Ну а пока мы, в общем-то, строим свое образование так, как мы и строили. Духовные школы, в отличие от многих светских вузов, они не особенно были завязаны на международный уровень рейтингов и прочих. Поэтому здесь мы более свободны в этом отношении. И, скажем, точно так же, как мы изучали священное писание, догматическое богословие, историю церкви и отечества, древнего мира, то так же будем все это изучать. А уже по какой системе? Пока так же набор осуществлен на бакалавриат, как это было, на специалитет, как это было до реформы Болонской, мы пока в этом году не переходим, потому что решение такое должно приниматься на самом высоком уровне, ну и без всякой поспешности. Потому что если мы будем метаться, то тогда ничего хорошего от любой реформы не будет, и особенно, если это касается реформы образования. Владыка, с вашего благословения, вот перед началом учебного года практически во всех томских храмах начали служить молебны. Как раз вот они так называются перед началом учебного года. Они каким-то образом по-особенному составлены? Чем они вообще отличаются от тех молебнов, которые можно практически ежедневно заказать в каждом храме? Ну, ежедневно в каждом храме можно священников попросить отслужить любой молебен, в том числе и этот молебен. Но этот молебен служится как бы не индивидуально для какого-то отдельно взятого человека, а для всех прихожан, потому что так или иначе с системой образования связаны мы все. Кто-то является педагогом, кто-то является студентом или учеником в том или другом учебном заведении. Если это человек не учащийся и не учащий, то наверняка у него в семье есть дети, внуки, племянники, которые пойдут учиться или учатся. И поэтому так или иначе все прихожане, они связаны вот со школой, с вузом. И поэтому церковь вот служит такой молебен, в котором могут принять участие все одновременно. Ну а что такое молебен? Это молитва к Богу о призвании Божьей благословения на любое дело. В церкви служатся молебны о здоровье, молебен об освящении жилища дома, молебен на всякое доброе дело. И есть такое чинопоследование, которое помещалось во всех богослужебных книгах, таких, которые называются требниками, начиная с древних времен. Уже в требнике Петра Могилы, это наиболее такой известный требник 17 века, который всегда был очень популярен, и в наше время его тоже переиздали. Там уже помещен вот этот вот чин, который называется «Чин благословения детей на учебу». Он в несколько таком видоизмененном виде дошел и до нас, и в тех требниках, богослужебных книгах, чинопоследованиями он тоже публикуется. И вот этот молебен, благословение на учебу, он и совершается во всех храмах. Если мы посмотрим на текст тех молитвословий, которые там содержатся, то мы видим, что там просьба к Богу, чтобы он наставил, как педагогов, чтобы дал им мудрость, чтобы дал им должное, такую вот благорасположенность к своему делу, что очень и очень важно. А также это молитва к Богу, чтобы он расположил сердца детей к принятию того доброго, что будет преподаваться им в разных учебных заведениях. Поэтому этот молебен, он актуален и для учеников, и для учителей. И хотя этот молебен официально вот в этих богослужебных книгах называется как молебен благословения детей, на самом деле это молебен и на благословение учителей, профессоров, педагогов. Это и молебен, который актуален для всех учащихся, и даже если это великовозрастные студенты. Ну, мы знаем, что в некоторых возах иногда учатся люди, ну, даже такого зрелого и даже более чем зрелого возраста. Вот. И поэтому все, кто грызут гранит науки, кто изучает или другие дисциплины, это молебен очень важен. Почему важно именно с молебна начать учебный год? Потому что все, на чем есть Божие благословение, оно приносит большие плоды и результаты. Потому что помимо усердия человека, помимо напряжения его сил, помимо тех вот организационных процессов, о которых мы сегодня говорили, которые должны сопровождать учебный процесс, всегда очень важно, чтобы этому делу содействовало благословение Божие. Когда есть благословение, то все спорится, все идет намного легче. Вот знаете, как вот ключ, если трудно проворачивается в скважине, то его смазывают маслом, и вдруг ключик, который раньше заедал, вдруг начинает работать, как говорят, как по маслу все идет. Вот так же и во всех сферах нашей жизни. Если мы призвали Божие благословение, то тогда, помимо естественных каких-то таких вот сопутствующих этому делу условий, Господь дает свою некую силу, и тогда это дело начинает спориться. Владыка, давайте перейдем ко второй части нашей программы. Грядет великий христианский праздник Успения Пресвятой Богородицы. Я думаю, не ошибусь ли, скажу, что где-где в нашей стране он настолько почитаем, что не только храмы носят это имя, Успенские даже целые монастыри носят в честь праздника это имя. Что это за такой великий праздник, почему он так почитаем? На Руси иногда этот день Успения Божией Матери называли Богородичной Пасхой. Даже многие богослужения, праздник Успения Божией Матери, они соответствуют или похожи на богослужения предпасхальные, богослужения Великой Субботы. Поэтому этот праздник сразу отмечен был людьми, имеющие особую значимость. Пресвятая Богородица, которой Господь вручил заботу, материнскую заботу о всех верующих, христианах, вот это ее день, ее праздник, ее торжество. И поэтому этот праздник ради любви к Божией Матери особенно любимый не только нашим народам. Надо сказать, что и на Западе, в западной традиции, в ремокатолической традиции этот праздник тоже один из самых важнейших праздников. Причем вы говорите, что вот в России этот день памяти Успения Божией Матери особенно значим. Но вот в Западной Европе, в некоторых странах, этот день является и днем выходным. Например, я однажды направляюсь в паломничество, в город Бари, к мощам святителей и чудотворца Николая, как раз в праздник Успения Божией Матери, но по западному католическому календарю новостильному оказался в Риме, вот, и увидел, что, а почему-то день выходной, хотя это была середина недели, и все итальянцы вот говорили, как же сегодня такой большой праздник Успения Божоматери. Является выходным этот день и в Греции, на Кипре, ну и во многих других странах западного мира. Вот. У нас этот день, к сожалению, рабочий, но, тем не менее, люди этот день любят, чтут, уважают и знают, что в этот день молитвы Божией Матери, ее заступничество не только от мира не отняты, но, наоборот, обильно изливаются на мир. Казалось бы, какой парадокс, ведь это что за день? Успение Божией Матери, тогда, когда по плоти она умерла, когда она почила, на самом деле, кончина Божией Матери, кончина ее земной жизни не была смертью в таком прямом смысле этого слова. Называется этот день представлением Богоматери, когда она пришла из земной реальности в реальность небесную, но, имея особую близость к Богу, она предстала перед престолом Божиим, как в одном успенском песнопении мы говорим, что она сама, будучи престолом Бога, потому что на руках своих она воплощенное божество носила, она восходит к престолу Божию в день Успения. И там, получая особую близость к престолу Божию, она имеет особую силу в молитвах за этот мир. И поэтому все песнопения и богослужебные тексты Успения Божией Матери, они имеют одну и ту же мысль, которая красной нитью проходит через все эти песнопения, что в Успении ты, Божья Матерь, не оставила этого мира. В Древней Церкви известен такой святой, как преподобный Андрей Критский. Он хорошо известен православным по тому великому покаянному канону, который читаем мы великим постом во всех храмах. Но он ведь был еще и, кроме того, выдающимся гимнографом и проповедником. От него сохранились проповеди. И в частности, есть проповедь Андрея Критского на Успение Божией Матери, где он, обращаясь к Богородице, произносит такие слова. «О, чистая дева, когда ты жила здесь на земле, то тебя в кругу своего общения имело малое число людей. Но когда в день Успения ты приставилась от земли к небу, то тогда тебя стали иметь своей заступницей, молитвенницей и матерью все христиане по всему миру живущие. Поэтому это праздник близости к нам, Божией Матери, ее молитвы, ее заступничества. Отсюда такая любовь человека к этому празднику». Владыка, еще в финале нашей программы по традиции «Блиц. Вопросы». Почему соборование в храмах бывает только в пост? Соборование – это одно из таинств, которые может совершаться всегда. Но ведь к любому таинству человек должен быть готовым. И, конечно же, большую готовность человек к принятию божественной благодати имеет тогда, когда он несет какие-то дополнительные труды и подвиги. Это время поста. Поэтому не то, что соборование может совершаться только постом, но это как наиболее благоприятное время. Церковь предлагает, приглашает своих прихожан поучаствовать в этом таинстве коллективно, соборно, в дни поста рождественского или великого. Но это не значит, что оно не может быть совершено в любое другое место. И поэтому, если где-то, например, какие-то прихожане того или другого прихода изъявляют желание вместе пособороваться на какой-то другой день, даже если это время не поста, то это не возбраняется. А как бороться с раздражительностью? Прежде всего, как советуют святые отцы, когда огонь раздражения начинает разгораться в сердце, не следует сразу свои эмоции выплескивать на окружающих людей. И святые советуют начать с молитвы и прочитать 12 раз богородичную молитву «Богородица, Дева, радуйся». И молитвами Божией Матери сердце человека успокаивается, человек приходит в некое такое трезво мысли, и он понимает, что тот гнев и то раздражение, которое он хотел выплеснуть на окружающих людей, может быть, и не имеет таких уж оснований, как казалось изначально. Потому что, когда человек раздражается, он готов испепелить огнем своей ненависти всех окружающих. Когда человеку приходит трезво мыслие, то он понимает, что совершенно это напрасно. И поэтому я и по себе знаю, когда, скажем, какие-то обстоятельства вроде бы, казалось, подвигают к раздражению, гневу, начинаешь творить молитву. И даже не то, что до 12 раз, 3-4 раза молитву прочитаешь, и уже чувствуешь, как мир входит в душу человека. Потому что на самом деле любые страсти – это проявление человеческой немощи. Вот оврачуется человеческая немощь благодатью Божией. А дверь для божественной благодати – это молитва. Спасибо большое, Владыка. И нашим телезрителям остается сказать, что присылайте также вопросы в нашу программу, пишите, православие70собакамейл.ру, предлагайте тему нашей следующей передачи, и, быть может, именно ее мы и обсудим в следующий раз. Владыка, я благодарю вас за беседу. Еще раз скажу, что очень рад был с вами. Вас также благодарю, Виталий, Божией всем помощи и благословений нашим дорогим телезрителям, всесильной помощи Божией, несению жизненного креста. Да хранит нас всех Господь. Это была программа «Православный взгляд». Я, Виталий Степкин. Еще увидимся через неделю. До новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»